Узбекистан В тексте песни якобы говорилось о желании стать маджахедом. Согласно заключению Комитета по делам религий, песня, основанная на идее фанатизма, запрещена к ввозу и распространению на территорию Узбекистана. Мать осужденного Саиды Саидалиева сообщила, что ее сына забрали из дома его бабушки 5 июля 2022 года, сотрудники Службы государственной безопасности и МВД. На следующий день после задержания Алмазарский районный суд приговорил его к 15-ти суткам ареста по обвинению в том, что в 4 часа утра он выбросил мусор в канал. Саидалиева отметила, что Сардор находился в тюрьме на момент предъявления ему обвинения в суде, поэтому он логически не мог совершить хулиганство на публике. Она заявила, что правоохранители потребовали от ее сына пароль от телефона и компьютера. Из-за отказа его избили, после он все же дал доступ к своей технике. Сотрудниками милиции был найден нашит, скачанный в 2020 году, о котором молодой человек забыл. Мать Сардора Рахманкулова сообщила суду о пытках сына во время следствия. Женщина указала, что пытавшие требовали от Сардора признания в преступлениях, которых он не совершал. Среди них были обвинения в признании себя владельцем профиля, который размещал экстремистские посты в соцсетях, и чтение экстремистской религиозной литературы вместе с пятью другими людьми. Сообщается, что парень, не выдержав пыток, признался в этих преступлениях и подписал бумаги, которые были у сотрудников органов. Родные осужденного планируют подать апелляционную жалобу на решение суда. Позаботься о своем будущем по воле Аллаха. Посетите бесплатный мастер-класс профессионального инвестора Кумара Мухамедзянова и узнайте, куда и как вложить свои сбережения, чтобы они приносили максимальный доход в халяль индустрии. Никакой воды. Все четко, по делу. Записывайтесь на ближайшую дату. Ссылка в описании к этому ролику. Продолжение следует...